Соревнования «Золотая осень» проходят, по сути, в последние теплые деньки, когда еще можно погонять на велосипедах. Традиционные гонки в дисциплине кросс-кантри обычно собирают во Владивостоке несколько десятков участников. Но в этот раз после дождя выходить на сырую трассу рискнули немногие. Тем не менее, организаторы смогли провести полноценные чемпионаты первенства города, которые, к слову, проходили в лесном массиве Варяг. Формат гонки – олимпийский кросс-кантри. Это значит, что задача перед спортсменами одна – за час преодолеть круговую трассу максимальное количество раз. О какой-то высокой скорости или плотной борьбе тут речи не идет. Это гонка на выносливость. Три с половиной километра пересеченной местности позволяют проверить и свои силы, и возможности горного велосипеда. Ты раскладываешь свои силы сам. И даже если тебя обгоняют более сильные соперники, ты не переживаешь, что тебя снимут, и ты не доедешь в гонку. А ты проедешь тоже час. Либо сам решаешь. Можешь в любой момент сказать «О, нет, все, хватит, я устал». И подойти и сказать, что нет, все, я не могу, больше не хочу. И пойти на пикник, то есть устроить себе пикник. Да, костер у нас есть. Эти места очень популярны среди местных велогонщиков. Здесь проходят самые разные соревнования практически круглый год. Но даже при этом лесной массив «Варяг» каждый раз умеет удивлять, особенно в холодное время года. Хорошая трасса здесь. Кататься, утренировать баланс, держать равновесие на спуске. При этом еще скользко из-за снега. Это все дает, ну, конечно же, опаснее, но стоит тренироваться и так. Тут есть прекрасная Донхилл-трасса, подходящая для обучения новичков. Тут много и очень интересных подъемов, да и вообще очень красивый лес. И здесь будет где покататься. Погонять здесь местные велосипедисты действительно еще успеют. Летний осенний сезон закрыт, но впереди спортсменов ждут заключительные соревнования года. А именно зимняя гонка на призы Деда Мороза, которая традиционно пройдет в конце декабря. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. Продолжение следует...